Добрый день! У нас проходит акция в осенне-зимний период, то что учащается в случае пожаров и гибели от них. Сейчас мы проводим акции проверки жилых условий людей, частных жилых домов, квартир, пенсионеров, семьи воспитывающих одного-двух детей, многодетных, инвалидов, злоупотребляющих спиртными напитками. В связи с этим сегодня у нас рейд. Приехали к вам посмотреть, как вы проживаете здесь. Будем смотреть нарушения. Скажите, пожарный извещатель батарейки, когда меняете, когда смотрите на его работоспособность? Батарейка, это та самая крона. Крона. Когда меняли в последний раз крону? А вот та самая пошума. Вы должны не только в вашем магазине искать батарейки. Ну, это ясно. Лавка, которая при возле лавки, у них есть. На расстоянии метр двадцать пять, минимальное расстояние, которое... Ну, все равно, сейчас холод, мало ли вы говорите, мне сегодня не топите, а завтра. А тут, ребята, у нас замыкали. Можем сейчас зайти вот... А, ну, оно видно. Потом на гараж в линию, я буду звонить на гараж в линию. Тогда, ну, приехали. Благодарите. Потихоньку. У нас акция сейчас проводится с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей. Смотрим, проверяем, как живут люди, как печи подготавливают к отопительному сезону. Печь у вас теплая, и одежда наложенная, и трещины имеются в печи. Трещины имеются, да. Нельзя хранить ни дрова возле печи сушить, трещины нужно заделать. Это же первая причина возникновения пожара. Вот, возьмите вам памятку, изучите, что нужно выключать перед уходом, что не надо оставлять включенные электронагревательные приборы. Разрешается только оставлять холодильник рабочий, когда вы уходите домой.